Существует устойчивое мнение, что домашняя кошка, которая постоянно находится в квартире, не может заболеть инфекционной болезнью. На самом деле может. Всем привет! Сегодня рассмотрим основные источники инфекции. Как инфекция попадает в квартиру? Первое это обувь и верхняя одежда. Вы ходите по улице, можете вступить в фекалии, рвотные массы, другой субстрат, который содержит вирусы, бактерии, грибы, яйца, глистов. Приходите домой, животное контактирует и заражается. Второе, насекомые. Чаще всего, конечно, это блохи. Они больше всего инфекции переносят. Но могут мухи, комары, другие насекомые. Многие из них включены в цикл развития других организмов. В листы передаются. Могут на поверхности своего тела перенести с тем, с чем контактировали на улице. Третье, это бездомные животные. Заходит котик в подъезд, приносит инфекцию. Происходит контакт через открытое окно. Случай небольшой расскажу вам. Кошка живет на втором этаже. Люди уходят на работу и в летнее время проветривают, открывают окно и оставляют. Сетка прочная, кошка не может выпасть, но заболела калицивирозом. Как такое случилось? Полностью домашняя кошка. Оказывается, когда анализировали ситуацию, дерево рядом с окном и кот по дереву забирался, происходил контакт через сетку. Так, скорее всего, и принес инфекцию. Учитывайте такие случаи. Возможно, все. Природа предусматривает различные варианты. Четвертое, предметы ухода. Пуходерка, коврик, мисочка, какая-то игрушка. Некоторые из нас, владельцы животных, берут взаймы у кого-то, у родственников, у друзей. Просто поиграть, обмениваться игрушками. Такого нельзя делать. Все должно быть индивидуально, как зубная щетка. Четвертое, это продукты питания. Продукты кормления. Чаще всего это рыба, мясо, которое не проходит термическую обработку и неизвестного происхождения, сомнительного. Где-то купили, может быть, на стихийном рынке, а принесли паразитов, инфекцию. Это опасно. Также был случай, когда взяли корм от погибшего животного и заразили своего котенка. Тоже учитывайте. И последнее, животное может выпасть из окна, убежать через открытую дверь, проконтактировать там с бездомными животными. Потом вы найдете через день, два, три. Но есть такая вероятность. Что делать? Несмотря на то, что кошка находится в квартире, да, у нее вероятность встретить инфекцию намного меньше, чем у уличного животного. Но все же остается. Поэтому вакцинируем, обрабатываем от паразитов регулярно. Ухаживаем, кормление, чтобы иммунная система стабильно работала. Протираем возле порога. Пришли, спрятали обувь, верхнюю одежду. Сетки на окна поставили, чтобы насекомые не проникали и не было контакта с уличными животными. Если появился в подъезде уличный котик, не выгоняем его. Ну, бывает такое. В подъезде заводится животное. Просто возьмите над ним шефство. Обрабатывайте регулярно от паразитов, чтобы он не приносил вам инфекцию, не приносил тех же блох в подъезд. И так вы обезопасите хотя бы вокруг себя своего помещения. Будут у вас дополнения, пишите в комментариях. Нужны консультации. Ссылка в описании. И послушаем нашего эксперта. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Ой, как нарассказывает своих страшилок и ужастиков, так и жить опасно становится. Сто раз я мух ел, а что с ними делать? Прилетит, жужжит, ну и словил, и съел. И ничего страшного, живой пока. Однажды повезло мне. Летом на балконе словил кузнечика и проглотил. Правда, щекотно, он лапками дрыгает. Вообще, насекомые это нормально. Они источник белка, витаминов. И многие едят насекомых, это нормально. Природа так задумана. И что вот это за мода такая? Это второй уже момент. Все валить на бездомных животных. Прямо не источник всяких бед. И то приносят, и все приносят. Есть и люди, и животные, которые дома сидят, а еще похлеще источники всякие. Угу. Так что не надо на всех подряд. Это мое личное мнение, как обычно. А вы делайте выводы сами. Угу. Так что, да. Это мое. Спасибо. 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 Продолжение следует...